Север и Юг. Первая серия. 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 Possacles. Первая серия. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Слава Богу, кто-то нас услышал. Пожалуйста, не двигайтесь. Сюда заползла змея. Святой Боже! Пожалуйста, будьте спокойны и не двигайтесь. Она ядовитая? Я уверена, что да, Маум Сали. Иначе юный джентльмен не волновался бы за нас. Вы очень храбрый. Спасибо, сэр. Большое спасибо. Не стоит благодарности. Сначала помогите, Маум Сали. Мисс Мадлен, я могу подождать. Если мы будем спорить, обе простудимся. Осторожно. Спасибо, сэр. Большое спасибо. Спасибо, спасибо. Осторожно. Не знаю, как вас благодарить, сэр. Я даже не знаю вашего имени. О! Ори. Ори Мэйн, я из Монт-Роял. Это поблизости. Меня зовут Мадлен Фебрей. Счастлив познакомиться? Мы с отцом недавно переехали из Нью-Орлеана в Чарльстон. Наш кучер еще не привык к дорогам Южной Каролины, лошади. Подскользнулись? Это было ужасно. Мы со служанкой ехали встречать отца. У него дела на одной плантации. Я провожу вас туда. Я не сказала вам, где это. Может, вам не по дороге. Я еду в Чарльстон. И гораздо дальше его. Я отправляюсь в Вестпойнт. Военная академия? Да. Я не буду ездить по этой дороге. Минимум два года. О, мне так жаль. Мы теперь не скоро встретимся, понимаете? У нас здесь принято, что леди дарит джентльмену что-нибудь на память, если хочет отблагодарить его. Вы их собираете? Что? Цветок. О, это от леди, которая похитила мое сердце шесть лет тому назад. Когда родилась. Моя сестренка Брэд. Мисс Вадлен. Мистер Вильфранш говорит, что у нас неприятности. Как он там, мам, Салли? У него только шишка на голове. Но он говорит, что мы не доберемся до Рязалю до сумерек. Так вы едете к Ламоту? Да, вы его знаете? Они наши соседи. Я вас провожу. А мы пошлем людей за повозкой. Как же мы поедем? Верхом. Да, конечно, но... Мисс Вадлен, вы же его не знаете. О, все хорошо, мам, Салли. О, малыш. Я ему верю. Это чистая правда. Я довезу вас до Рязалют еще до темноты. Видишь? Стой. Готовы? А, далеко еще? Рязалют как раз за поворотом. О, платок упал. Я такая неловкая. Да, немного. Спасибо. Мама, Салли осудила бы меня. Мама, Салли осудила бы меня. Я должна была подарить только это. Я никогда не встречал настоящих леди. Сочту за честь, если вы напишете мне в академию. Я бы хотела. Я думаю, нам пора ехать. Рязалют очень впечатляет, Джастин. Вас следует поздравить. Да, надеюсь, ваша дочь будет такого же мнения, Николас. Признаюсь, я немного волнуюсь. Я ожидал ее гораздо раньше. Вероятно, они поздно выехали. До темноты еще масса времени. Может, пока немного перекусим? Пожалуй. Мадлен. О, папа, у нас такое приключилось. Объясни, Мэйн. Просто лошади понесли. Повозка упала в реку. Месье Мэйн рисковал жизнью, чтобы спасти нас. Потом он сказал, что он сосед месье Ламота. Я очень признателен, месье. Да все в порядке, сэр. Что с Маум Салли и Вильфраншем? Они остались с повозкой, папа. Я сказал, что вы пришлете лошадей. Я сделаю еще лучше. Натаниэль, организуйте спасательную экспедицию. Нам понадобятся лошади. Я бы хотел помочь вам, но мне надо успеть на пароход. Очень жаль. Еще раз благодарю вас, месье. Спасибо. Я тоже. Вы обещали мне писать? Напишу. Моя дорогая, ты, наверное, утомила. Да нет, папа, нет. Я до сих пор не познакомил тебя с месье Ламотом. А. Нью-Йорк-сити. Все три дня спустя. Станция на другой стороне. Дальше я не могу уехать. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, дамы, до свидания. Увидимся через два года. О, извините. Мне нужна помощь, чтобы добраться до станции. Спасибо, я сам справлюсь. Вы слышали это? Откуда прибыл деревенщина? Я из Южной Каролины. И едешь в Бестпойнт. Я редко ошибаюсь. Да, я еду туда. Так что уберите ногу с сундука. Мне нужно на поезд. Спасибо. Слушай сюда, солдатик. Я и мои друзья погрузят его на поезд, или ты уедешь без него. Сколько это стоит? Два доллара. Это стоит 25 центов. Ты знаешь, с кем ты говоришь? Мы же не твои рабы, понял? Нет. Не рабы. Так что уйдите с пути. Я справлюсь сам. Мы и погрузим, или ты и погрузишь. Цена одна. Два доллара. Не прикасайтесь ко мне, сэр. А то что? Субтитры сделал DimaTorzok. Джордж Афтернт. Рад познакомиться. А я просто счастлив. В Пенсильвании. Лихой стейшн. Южная Каролина. Еду в Вестпойнт. Я тоже. Понятия не имел, что путешествие будет таким интересным. Вы, возможно, первый настоящий южанин, которого я встречаю. Ну, а вы первые янки. Я всегда думал, что у всех янки есть складной нож и оловянная миска, и они все судятся с соседями. Такое тоже случается. Я полагаю, что есть южане, которые едят свинину с капустой. Спят весь день и бьют по ночам бедных рабов. Некоторые из нас считают, что рабство и жило себя. Мы предпочитаем более современные методы, что бы о нас ни говорили. Я знаю. У моей семьи стали заводы. У нас тоже проблемы с рабочими. Азарт Айрон? Вы из этой семьи? Да. Надеюсь, вы не считаете их складными ножами? Вовсе нет. Вы делаете сельскохозяйственные машины. Да. Я считаю, что механизация это ключ к будущему юга. Вы говорите, что хотите стать фермером, а не солдатом. Да. Зачем же ехать в Пойнт? Кое-что узнать, Джордж. Военная академия дает лучшее образование во всей стране. Я хочу улучшить Монтроял. Может, построить хлопковую фабрику. Но я хочу стать солдатом с тех пор. Как себя помню, слава богу, у меня и старший брат, который взял на себя заводы. Вы им станете? Надеюсь. Мы оба должны стать ими в Вестпойнте. Два года без отпуска. Говорят, жуткий риск. А я не очень-то силен в чтении книг. Не знаю, как я прорвусь. Вы прорветесь. Готов пари держать. Как это? Что вы делаете? Это же 10 долларов. Верно. Когда вы закончите Пойнт, вернете мне их и плюс еще 10 долларов. А если не закончу? Тогда они ваши. Но этого не будет. В этом пари я выиграю. Надеюсь, вино вам понравилось, Николас? Великолепный, Вукет Джастин. Великолепный. Из Франции, конечно. И очень дорогое. Мне прислал его мой импортер в Европе. Если будет война с Мексикой, мои винные подвалы будут опустошены. Вы думаете, президент Тайлер будет сражаться за Техас? Обязан, сэр. Это вопрос чести. Мексика нахально отвергла свое обязательство сохранить независимость Техаса. Поговаривают о желании Мексики продать Техас Британии. А может, эти слухи сеют те, кто хочет, чтобы Техас вступил в Союз как штат рабов? Где вы это слышали, моя дорогая? Я поощряю желание дочери читать и задавать вопросы, сэр. У нее прекрасные мозги. Мозги вряд ли так необходимы, Николас, если у тебя ангельское личико. Раз, два, раз, два! Итак, показываю, как рубят голову врагу. И раз! Слот, внимание! Джомпалы, достать! Прочистить! Ощущение, что все идет к лучшему. Раз! Раз, два, раз! Раз, два, раз, два, раз, два! Я просто не могу поверить. Ничего особенного. Мы скоро станем такими же. Ну, пока мы должны найти казарму. Раз, два, раз, два, раз, два, раз! Симпатичный парень. Извините, сэр. Мои друзья и я только что поступили. Нет, сэр, не поступили. Сэр? Вы лишь предметы, сэр. Чтобы стать кадетом, надо сначала пережить вступительные экзамены. А до тех пор, пока вы ниже кадетов, вы грязь из грязи. Вы предметы, сэр. Помните это. Скорей бы избавиться от сундука. Полагаю, эти ваши? Спасибо. Я Нэтт Фиск. Джордж Хазард. Ори Мэйн. Рад. Я из Угайо. Лихой Стэйшн. Я знаю, вы никогда о нем не слышали. Я из Монт-Роял, Южная Каролина. Рядом с Чарстоном. Вы плантатор, да? Мы выворачиваем хлопок. Рабским трудом. Ну, вы можете спать где-то в другом месте. Может, я обязан быть вежливым, но мне это не нравится. Я не совсем понял, друг. Владельцы рабов. У моего папы маленькая табачная ферма. Он не может получить приличной цены за конкуренции южан. Я два года не мог сюда поехать, потому что не было денег на поездку. Это неприятно, но я же не виноват. Как это не виноват? Именно вы и каждый рабовладелец. Но никто из нас ничего с этим не может поделать. Мы должны жить и давать жить другим. Верно? Найтанerson. Верно. Это правда. К сожалению, ваш визит был таким кратким, мисс Феврей. Можно мне называть вас Мадлен? Визит и в самом деле был кратким. Я не уверена, что мы уже можем называть друг друга по имени. Тогда, может, нам надо получше познакомиться, не так ли? Доброе утро! Доброе утро! Да. Кажется, вам приятно говорить друг с другом. Чудесная была прогулка. Жаль, что мы должны уезжать сегодня днем. Видите, дорогая, таково мнение большинства. И законы большинства? Ну, любой воспитанной девушкой руководит отец. Разве не так, Николас? Мною, увы, руководит деловое назначение в Чарстон. Но, Джастин, ваше гостеприимство выше всяких похвал. Мы вам очень признательны. Я обещал Маум Сали руководителю франшем. Она опасается, что из-за раны он забыл, как запрягать лошадей. Мне помочь? Нет, нет, завтракай спокойно. Я быстро. Ваш отец очень снисходительен с рабами. Маум Сали наша давняя служанка. И мой отец добрый абсолютно со всеми. Конечно. О, мисс, извините. Я очень виновата. Это ужасно. Я все равно хотела переодеться. Извините меня. Конечно. Если еще что-то раз случится, испробуешь хлыст. Продолжение следует... Продолжение следует... Меня зовут Бент, кадет Бент. Я, господа, ваш руководитель. Элкана Бент, господа, из великого и суверенного штата Джорджия. А вы, сэр, вы из Огайо? Да, сэр. Я не слышу вас, сэр. Да, сэр! Для большинства из нас, южан, слово Огайо означает только одно. Оберлин колледж, где белые и черные студенты учатся вместе, как равные. Вы-то сами считаете себя равным нигеру, сэр. Нет, сэр! Я хотел сказать да, сэр! Так что вы на это скажете, сэр? Или вам нечего сказать? Нечего. Отвечать нужно так. Нет ничего, сэр! Нет, нечего, сэр! Спасибо, сэр! Я знаю, как это должно быть трудно, сэр. Потому что жители Южной Каролины считают себя выше жителей Джорджии. Разве не так, сэр? Не считаем, сэр! Хорошо, сэр! Я доволен тем, что вы со мной согласны. На удивление, доволен. А вы, сэр! Что вы думаете о юге в сравнении с вашей частью? Востоком. Кто выше, как вы думаете, сэр? Почему? Восток, сэр! Что вы сказали? Я сказал, Восток, сэр! Ничего, только грязные фермеры с юга. О присутствующих, понятно, не говорю, сэр. Как всегда. Мистер Хазард. Горшочник из Пенсильвании. Шаг вперед, сэр! На вас я покажу основы строевые подготовки, сэр. А мистер Мэйн? Наша пылкая лилия из Южной Каролины тоже выйдет вперед, сэр! Итак, господа, принцип, о котором я хочу рассказать, обычно называют гусиным шагом. Руки в стороны! По команде вы станете на одну ногу, вот так! По команде вперед! Поднятая нога идет вперед! Вот так, назад! Так, господа, на одной ноге стоять! Теперь, господа, начали вперед! Назад! Вперед! Назад! Вперед! Назад! Вперед! Назад! Продолжайте! Вперед! И следите за водой, господа, А чтобы ни капли не пролилась. На ноги, сэр. Вперед, назад. Вперед, назад. На ноги, сэр. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад, 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 вперед Берёд-назад, вверх-назад, господа вверх-вниз, вперёд-назад, вперёд-назад. Не сливайте руку, вперёд-назад, вперёд-назад, берёд-назад, держаться сэм. Вперед, назад! Подняться, сэр! Стойте, где стоите, сэр! Встать, мистер Мэйн! Вы еще не усвоили основной принцип? Кадет Бент, у этих двоих все прекрасно получается. Верните их строй, сэр, и распустите взвод. Да, сэр. В строй, господа! Взвод! Разойдись! Взвод! Вам повезло, ребята, вы выстояли. Вы его умыли? Мы его? Между прочим, Хазард, мы не познакомились. Меня зовут Джордж. Меня тоже. И так настрой, я Джордж Макклеллан. А я Джордж Пикетт из Вирджинии. Я тоже из Вирджинии, вот так. Том Джексон. Все в порядке, мистер Мэй? Меня зовут Ори. Этот кадет Бент, он кажется слегка тронутый. Спасибо командиру, кто бы он ни был. Это Улис, но его зовут Сэм, Сэм Грант. Чарльстон, Южная Каролина. Спустя неделю. КОНЕЦ КОНЕЦ Письма, сэр. Одно для вас, другое для мисс Мадлен. Спасибо, мама Салли. У меня есть кое-что для тебя, дитятка. О, Салли, почему же ты утром не сказала о письме? Потому что оно только что пришло. И так, что, вернее, кто это такой нужный? Он говорит, что всегда думает обо мне, что не дождется встречи со мной. Хотя подготовка в академии очень суровая. Мысль о том, что я буду здесь, когда он вернется, согревает его. Он говорит, многовато для такого непродолжительного знакомства. Что еще он пишет? Тебя привлекает этот мистер Мэйн, правда? Мадлен, дорогая, можно войти? Да, папа. Ясен Рамот пишет, что будет по делам здесь, в Чарльстоне, в начале месяца. Он просит разрешения навестить нас. Прекрасно. Я велю Доминик приготовить особый ужин. А, надеюсь, ты так же рада встрече с Джастином, как и я? Ну, конечно, папа. Он твой друг. Мистер Фиск, сэр. Вы держите саблю, как мотыгу. Вы отражаете удар, будто пропалываете поле, мистер Фиск. Вы так и останетесь ничтожным фермером. Но я все-таки сделаю из вас, солдата. Вперед! Нет, левую ногу вперед! Маневр, идиот! Нет, парируй! Парируй с другой стороны, идиот! Ваш удар, мистер Фиск! Удар! Парируйте! Удар! Парируйте! Парируйте! Удар! Парируйте! Вы недоумок, мистер Фиск. На поле боя вас порубят на куски. И справедливо. Вы, сэр, самое ничтожное создание у всех, кого я видел. Ах! Ладно, господа. Кто следующий? Попробуйте вы, мистер Мэйн. К вашим услугам, сэр. С удовольствием. Ах! Троинтер. Троинтер. С удовольствием. Эhnэ- КОНЕЦ Барабанщик, дробь! КОНЕЦ Взвод! Разойдись! Где ты научился так владеть саблей? Мой отец учил всему, что должен уметь джентльменю Жанин, и он давал уроки. Хороший урок Бенту. КОНЕЦ Смотри, дитя, это вырезки, которые мистер Ламот прислал из Резуль эту прошлую осенью. Очень красивую. У тебя такой печальный вид. Все еще думаешь о Боре Мэйне. Другого мне просто не остается, Маум Салли. Он слал такие чудесные письма. Наверное, из-за них я влюбилась в него. Но он перестал писать. Ты должна забыть его. Молодые люди всегда дают обещания и никогда их не исполняют. И папа так говорит. У солдат неверные сердца. Он говорит, чтобы я забыла Ори, но я не могу маму с Али. Я не могу и мне все равно. Мадлен, кажется, наш гость прибыл рано. Он говорит, что не мог дождаться нашей встречи. Месье Ламот, рада видеть вас. Вы еще прекраснее, чем прежде, мисс Фебрай. Но я прошу вас называть меня Джастином. Так лучше, дорогая. Мы уже давно знакомы. Как хотите. Джастин. Великолепно. Я скажу дяде Джону приготовить еще одно место за столом, сэр. Спасибо, Маум Салли. Я припас для вас бутылочку бургундского, Джастин. Если позволите, я принесу ее из винного подвала. Вы так добры, Николас. Я знаю, что это не очень уместно, но я позволил себе принести вам это. Прошу вас принять. Вы очень предусмотрительны, месье. Джастин. Мне не следует принимать это, но я люблю сюрпризы. И я могу не забыть, что это не так. И я могу не забыть. Очень красиво. Спасибо. Но вы еще красивее. Ахахаха. Ахахаха. Ахаха. Ахахаха. Ахаха. 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 Оружие используются. Я никогда не ручусь, Жорж. Механ меня живьем съест в классе. Я не подхожу в Вестпойнту. Не надо так думать. Ты прекрасно ездишь верхом. Ты прекрасный стрелок и великолепный фехтовальщик. Что польза, если не могу запомнить вот это? Я помогу тебе. Мы будем зубрить, пока ты все не запомнишь. Все это бессмысленно. Я не хочу быть солдатом. Но ты хочешь улучшить Монт-Роял, не так ли? Может быть, кай другой способ. Я думаю, тебя беспокоит что-то иное. И это не имеет отношения к военной истории. Когда была последняя весточка от Мадлен? Я думал, ты к нам привык, Нед. Ты переходишь в другую казарму? Я не перехожу в другую казарму. Я ухожу из академии. Мой отец упал с сеновала и очень расшибся. Мне нужно взять ферму на себя, потому что больше некому. Да извини, Нед. Паршивый случай. Может, мы как-то поможем? Ты можешь помочь, сынок плантатора. Но не поможешь. Ты будешь и дальше использовать рабов и снижать цены. Так что у таких, как мы, зубы всегда будут на полке. Так что придержи свое сочувствие. Положи его в банк вместе с деньгами. Хватит. Что ты скажешь о поездке к Бенне Хэйвэнс? Сейчас. Тебе же нужно подкрепиться. У нас двоих больше замечаний, чем у всех остальных. По 150 у каждого. А чья это вина? Ладно, все замечания сделал Бен. Но все равно 200 зарубок за год и нас выкинут. Если нас поймают после тогоя... Нас не должны поймать. Какой идиот пойдет в такую холодную ночь на улицу? Осторожней. Джош, это мы сумасшедшие, что пошли в такую ночь. Вот это вам. Повернись к стене. А ты садись сюда. Итак, помните, что я вам сказал. Не смотрите друг на друга. Хорошо? Вот теперь вы вне пределов кодекса чести. Офицер спрашивает. Видели вы, как ваш друг пьет? А вы можете поклясться честью, что никогда ничего не видели. Спасибо, Бенни. Твое здоровье. Джордж. Я все думаю. Мы могли бы решить проблемы Фиска. Неужели? У нас есть средства. Мы можем дать Фиску деньги, и он мог бы остаться в Пойнте. У-у-у. Фиск слишком гордый. Он не примет милостыню. Нет, примет. Если это будет долг. Мы просто дадим долгосрочный кредит. Конечно, у нас самих будет маловато денег. Но дело стоит того. Ты прав. Стой. Попробуем. Теперь тебе лучше? Да. Немного. Но я... Я все же думаю... Нет, нет, нет. А Мадлен? Я не понимаю, почему она не отвечает. Может быть, сотня причин. Ты едва знаешь ее. Достаточно, чтобы верить. В чем дело? О, ничего. Гражданский из деревни. Не делай этого. Ты украл 10 лет моей жизни. Ребята, вам лучше уйти. Сейчас видел, что к кухонной двери шел большой капрал. Пишем. 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 Стойте, вы! Стойте! Он у нас на заднице. Мэйн! Стой, 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 стой. Помоги! Помоги! Мэйн! Он провалился. Помоги! Хорошо, отстанет от нас. Нельзя же его бросить. Он утонет. А-а-а! Я боялся, что ты это скажешь. Помогите мне! Помогите, Мэйн! Отдалейте! Привет, Мэнт! Мы вытащим тебя! Иди, Мэнт! Дай поко! Давай, Бен, ты не можешь оставаться здесь. Возвращайся в казарму, не тру заболеешь. Я знаю, я знаю, но я могу справиться сам без вашей помощи. Без вашей помощи! Это изящное спасибо все оправдало. Он не напишет рапорт, ведь мы спасли его. Да, только не говори никому, иначе попадем в беду. Мне это не нравится, Ори. Я думаю, тебе надо обратиться к врачу. Все хорошо. Хазард, Мэйн, на вас написан рапорт, господа. Бен, он написал рапорт о самовалке. После того, как мы спасли ему жизнь. Как тебе это нравится? Войдите. В чем дело, Мэйн? Прошу разрешения обратиться в больницу, сэр. Зачем? Вид у вас вполне здоровый. Я очень болен, сэр. Ну, я думаю, вы симулянт, Мэйн. Я считаю, что вы просто не хотите исполнять свои обязанности. Капрал Бент, я клянусь. Я не разрешаю вам обращаться к врачу. И я покажу вам, что бывает с прогульщиками. С этой минуты вы начинаете 10-часовую вахту в карауле. Вы свободны. Сэр. Сэр. Гадет Грант, так ведь? Да. Что вы здесь делаете в такую погоду? Наряд вне очереди, сэр. Вы же больны. Вам надо в госпиталь. Нет, сэр. Спасибо. Все нормально. Хотите, я попрошу командира освободить вас? Нет, сэр. Я должен отбыть этот наряд, сэр. Вы будете хорошим солдатом, если только Капрал Бент не успеет угробить вас. Капрал Бент не успеет угробить вас. Капрал Бент не успеет угробить вас. Если бы Грант не заставил офицера послать тебе кого-то на замену, ты просто замерз бы. Надо было бросить Бента. Это ты жаждал его спасти. Ладно, так будет лучше. Бент жив и мучается. Командиры загоняют его в усмерть. По-моему, чудесная месть. У него в мозгу тараканы, он сочтет нас виновными. Иначе он думать не умеет. Нет, он же труслив, как заяц. Он заткнется, поверьте. Никогда таких не встречал. Я думаю, все обойдется само собой. Есть еще одна причина, почему я счастлив, что ты не замерз. Какая? Теперь у меня есть случай поблагодарить вас за то, что вы одолжили мне деньги на учебу. Наверное, я ошибался в южанах. Не во всех ведь Бент из Джорджии. Да. Джордж, можешь отправить? Конечно. Опять Мадлен? Я ничего не понимаю. Она напишет. Но даже если нет, у меня есть незамужняя сестра. Я пошел. Пока. Лихый стейшн, Кенсильвания. 1844 год, 18 месяцев спустя. Здравствуйте, мистер Мэттелла. А вот это новое здание библиотеки. Мама, папа, они едут! Мама, папа, они едут! Это твой дом. Привет, Джордж! Привет, Джордж! Привет! Пошли! Наконец-то! Здравствуй, мама! Добро пожаловать! Я тут приглянет, когда не доберемся сюда. Это самые долгие два года в моей жизни. Поздравляю с возвращением, Джордж. Спасибо, сэр. Я хочу представить моих родителей, Мотт и Уильям Хазарды. Здравствуйте. Рад познакомиться, Ори. Добро пожаловать. Спасибо. Джордж так много писал о вас. Спасибо за приглашение. А это мои братья Стэнли. Стэнли? Добро пожаловать. И Билли. Билли? Это настоящая сабля? Конечно. Держи. Не трогай Билли, это опасно. Мой брат, очевидно, забыл обо мне, мистер Мэйн. Здравствуй. Я Верджилия Хазард. Рад познакомиться. Я много слышал о вас. Джордж писал, что вы южанин? Да, из Южной Каролины. Тогда у вас есть рабы? У моей семьи есть. Вы дьявол, мистер Мэйн? Господи, одно и то же. Верджилия. Великие люди, такие как мистер Гаррисон, все время хотят показать южанам зло, которое они делают, мама. Верджилия, я же просил тебя прекратить читать болтовню аболюционистов. Это не болтовня, отец. Это откровение, Господни. Боюсь, все из-за того, что Верджилия жалеет, что не родилась мужчиной. Не тебе меня учить, Стэнли Хазард. Довольно, Верджилия. Давайте лучше войдем в дом. Да. Я слышал, что тебя можно поздравить. Да. Мама писала о твоей помолвке, но не сказала, кто этой счастливец. Моя невеста, мисс Изабел Траскотт. Одна из лучших семей Пенсильвании. Не сомневаюсь. Джордж писал, что вы хотели осмотреть наш завод. Да, сэр. Я хотел бы узнать как можно больше. Масса. Это самое большое предприятие такого рода. Наши котлы стоят повсюду, от кораблей до пожарных машин, везде, где есть паровые двигатели. И на хлопковых заводах? И на них тоже. Я вижу, на вас произвело впечатление. Ваш завод – настоящее откровение для меня. Теперь я уверен, что надо строить хлопковый завод в Южной Каролине. Если бы и мой отец понимал это. Конечно, он понимает, что экономика Юга была бы значительно сильнее, если бы хлопок обрабатывался там. Да, сэр. Но у него сильное предубеждение против всякой индустрии. А, какая жалость. Отец, я думаю, это требует твоего внимания. Извините, я на минутку. Да. Кто это? Наши рабочие. Эмигранты, большей частью. Ирландцы, немцы, валийцы. За эти два года их стало больше. Да, условия не намного лучше, чем у ваших рабов. Хуже. Но у наших рабочих есть выбор. Мы не владеем ими и не заставляем их работать здесь. В любую минуту они могут уехать. Ну, пустой желудок заставит остаться. А значит, тебе не нравится, как мы управляем заводом. Мне не должно нравиться все здесь, точно так же, как тебе не должно нравиться у нас. Ты прав. Много чего можно улучшить и там, и здесь. Именно поэтому я хотел приехать и послушать вас, Янки. Так ты серьезно говоришь о строительстве своего завода? После армии. Если только сумею уговорить отца. А, значит, дело только в поставке нашего оборудования. Я буду убеждать своего отца. Да, да, это Вестпоинт. Я рад, что был там. Суп, мистер Стэнли. Опять опоздал, Билли. Извините, сэр. А теперь не забудь быть аккуратным, Билли. Соль или перец, мистер Мэйн? Спасибо, мистер Раскотт. Пожалуйста, мистер Мэйн. Мне жаль, что вы так скоро уезжаете. Да, но есть друг, которого я должен повидать в Чарльстане до отъезда домой. Друг, мистер Мэйн? Мне кажется, это должна быть леди. А что у вас думают о президенте? Ну, он им нравится, сэр. Мне было приятно гостить у вас. Ты что-нибудь считал о взглядах мистера Полка? Я и в самом деле думаю, что Полк захватит Техас, если станет президентом. Он законченный экспансионист. Но это неправильно. Техас принадлежит Мексике. Это значит, что будет война. Я надеюсь, что мы с Ори успеем попасть на нее. Мы будем участвовать в боях вместе с Зак и Ритейлором. Это здорово. Полк верит в предначертание судьбы. И если эта страна должна простираться от Атлантического до Тихого, будет жарко. Если Бог не убьет его, чего он и заслуживает. Разве вы сами не видите? Экспансионизм это просто другое слово для увековечивания позорного рабства. Вирджилия, успокойся. Нет, мама, не сейчас. Я не могу сидеть и слушать собственного брата и рабовладельца, как они говорят о желании сражаться. И это в то время, когда все знают, что это дьявольская война. Джордж, захватить Техас, рабский штат. Я вижу, ты все еще слушаешь своих аболиционистов. Я не просто слушаю, Джордж. Я присоединилась к их делу и поддерживаю их материально. Я имею право, отец. Я взрослая женщина, я сама могу решать. Я буду сражаться со злом, которое существует на юге. Мисс Хазард. Если бы вы больше знали о южанах, вы бы так не торопились. Мистер Мейн. Я знаю все, что мне нужно знать. И я не буду сидеть за одним столом с таким человеком, который держит людей в оковах. Ори, боюсь, что придется извиниться за свою сестру. Эмоции у нее всегда хлещут через край. Лучше расскажите побольше о хлопковой фабрике, Ори. Да. Ори, боюсь, что я не знаю. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Никого нет дома, сэр. Это дом Фебрей? Да, сэр, но они все уехали. И куда же? Точно не могу сказать, сэр, но дом закрыт уже целую неделю. Спасибо. Да, сэр. Земляника, ежевика, свежие йогоды. Добро пожаловать домой, сэр. Вы хорошо себя чувствуете? Я просто устал, сынок. Так, плохо с урожаем хлопка? После весеннего сева почти не было дождей. Ручная ирригация отвлекает рабов с других работ, так что урожай будет маленьким. Но мы можем сами обработать хлопок. На своем заводе. Сынок, мы уже обсуждали это. Если бы ты побывал на заводе Хазард Айрон, есть сотни способов спасти Мундроял. Ты, кажется, мечтаешь переделать свой дом. Мы не можем отрицать прогресс, иначе нас обгонят. Именно так говорит Хазард. Я понимаю, я очень хорошо понимаю, что твои друзья все знают, как управлять своим делом, но плантация-то совсем другое. Каждый год юг отстает от национального уровня, потому что мы используем ручной труд. Хватит, Ори. Я не хочу говорить об этом. Отец, если... Ты только что вернулся. Пойди поздоровайся с матерью. Пойди поздоровайся с матерью. А я сейчас приду. Он сделал. Не сделал. Не сделал. Сделал. Нет. Хватит. Хватит препирательств. Бред говорит, что прям не заслужил порки, а я говорю, заслужил. Порки, но мы же не наказываем рабов. Наказываем после приезда Салема Джонса. Тот самый новый надсмотрщик? Да. А Приам ничего плохого не сделал. Но Салем Джонс выпорол его. Из-за высокомерия Приама. Как у его сестры. А при чем здесь Семирамис? После того, как Салем Джонс стал спать в Семирамис, Приам стал странно себя вести. Его часто стали пороть. Идите наверх и не шалите. Кто вы такой, черт подери? Я Ори Мэйн, мистер Джонс. О, мистер Мэйн, сэр, я хотел встретить вас, как только закончу это. Потому я здесь. Что сделал Приам? Почему вы его убьете? На самом деле ничего страшного. Дело в его взглядах, сэр. Приам не проявляет должного уважения. Хороший надсмотрщик знает, как добиться уважения без порки. И у нас в Монт-Роял не бьют рабов. Отпустите Приама. Ваш отец сказал, что я могу обращаться с рабами, как сочту нужным. А я не считаю нужным пороть их. Особенно, если это доставляет вам удовольствие. Делайте, как я велел вам. Отпустите его. Сейчас. Ками, цезарь, отпустите его. Тебя не было дома два года. Ты еще два года будешь в Академии, а потом еще четыре года в армии. Ты пока не управляешь Монт-Роялом, так что не вмешивайся в наши дела. Салем Джонс выбивает из ниггеров больше работы, чем другие. Он все равно не прав. Такая жестокость делает нас всех виноватыми. В самом деле, Салем Джонс знает все об этом рабе Нати Тернере, который хладнокровно убил 55 белых людей. Давно и в Виржинии. Думаешь, это не могло случиться здесь? Да еще при помощи этих аболиционистов. Тиллит Ори, пожалуйста. Мы только недавно встретились все вместе. Давайте не портить встречу. Извини, мама. Нас сегодня пригласили на свадьбу, так что давайте не ссориться. Чью свадьбу? Джастина Ламота. Я же писал тебе. На ком же он женится? О, Ори. Она самая красивая девушка на свете. Креолка из Нью-Орлеана. Ее зовут Мадлен Фебрей. Берете ли вы, Джастин, Мадлен Эжини, в свои законные жены, обещая любить, уважать и ухаживать за ней, забыв всех остальных до конца своих дней? Беру. А вы, Мадлен Эжини, берете ли Джастина в законные мужья, обещая любить, уважать и повиноваться ему, забыв всех остальных до конца своей жизни? Беру. 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 Мсье Мэйн, я так счастлив, что ваша семья смогла приехать. Это дает мне случай еще раз поблагодарить за доброту по отношению к моей дочери. Она собиралась выйти за Джастину уже тогда? Нет, не собиралась. Но я думал об этом с того дня, как встретил его. Я знал, что он идеальная пара для Матле. Старше возраста, умнее, обеспеченнее. Понимаю. Скажите мне, как вы поживаете в армии? Так, как ожидалось, сэр. До свидания. Кофе! Приведи мою лошадь. Да, сэр. Ори, пожалуйста, не уходи. Я должна кое-что спросить. Разве сейчас что-нибудь важно? Почему вы перестали отвечать на мои письма? Что? Это не так, это вы перестали отвечать. Я не получала. Папа. Это папа уничтожил ваши письма. Что? Он хотел этой свадьбы. Я даже не подозревала, что так сильно. Теперь уже поздно. Каждый день нашей разлухи, я думаю, о том времени, когда вы станете моей невестой. Полагаю, надо вернуть вам это. Ори, я тоже мечтала о вас. Извините. Мистер Мэйн. Да. Встретимся, когда закончите военную школу. Пойдем, дорогая. Нас ждут гости. Ори. Ориентина. Джастин, я не ожидала тебя так скоро. Ты сидишь здесь уже полчаса, моя дорогая. Я подумал, что ты уже готова. Ты такая красивая. Такая красивая. Что с тобой? Ничего. Ты всегда такая отчужденная. Ну, не сегодня ночью. О, Боже, я покажу тебе, что значит быть моей женой. О, Боже, я покажу тебе. Я хочу... О, Боже. Эли? 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 Эли. Эли? КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok